В Люберцах прошел весенний открытый турнир по фехтованию на рапирах среди юношей и девушек. Ежегодные соревнования собрали более 300 юных спортсменов со всей страны. Наш корреспондент Луиза Егия-Зарян познакомилась с некоторыми из них. Уже в третий раз Люберецкий ФОК становится большой фехтовальной площадкой. Навыки владения рапирой демонстрируют лучшие из лучших. Это не просто вид спорта, это целое искусство. Со счетом 4-3 София Забаева выигрывает первый поединок. За плечами у Люберецкой спортсменки уже несколько побед в окружных и областных турнирах. На этих соревнованиях рассчитывает дойти до финала и не подвести тренера. Успех, во-первых, зависит от того, как ты тренировался на протяжении того момента, пока ты не выезжаешь на соревнования. Я старалась хорошо тренироваться, чтобы показать нормальный результат. В честь городского округа Люберцы отстаивают 25 спортсменов. Всего же в турнире представлено более 300 фехтовальщиков. География участников масштабная – от юга России до северной столицы. Тренер Алексей Чуев привез из Нижнего Новгорода семь спортсменов. Нам понравилась организация очень. Все быстро, очень все организовано. И каждый год сюда ездим. И сейчас уже такое количество детей, что приезжаем сюда только набираться опыта. И будем приезжать еще и еще и еще. Ловкость, быстрота и выносливость – основные качества, которые развивает фехтование. В Люберцах этот вид спорта стремительно набирает популярность. Мы его реанимировали в 2018 году, этот вид спорта. И я вам хочу сказать, что у нас сейчас уже в 10-12 лет девочки есть, которые уже выступают достаточно неплохо, хорошо. Уже сформировалась определенная команда. Олимпийские виды спорта – они всегда перспективны, потому что есть определенный, скажем так, финиш. Старт, финиш – это олимпийские игры. В настоящее время в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва в отделении фехтования занимается 75 человек. Среди них уже есть кандидаты в сборную Московской области.